Здравствуйте! Продолжаем учение Мишны, трактат Шкалим, 7 глава, 7 последняя в этой главе Мишна. В этой Мишне продолжает разбираться 7 постановлений Санедрина в пользу еврейского народа. Говорит святая Мишна, Ранее Мишна сказала, что было 7 постановлений Санедрина, которые они ввели и они перечисляются. И Мишна продолжает заканчивать их перечисления. Еще одно постановление касательно соли и дров, чтобы коины могли получать от них удовольствие. Дело в том, что в храме были храмовые дрова, которые приобретались на общественные деньги. И была соль, потому что любое жертвоприношение, «Коль курбанабы мэлах темлах» написано. По этой, кстати, причине сегодня, когда мы едим хлеб во время трапезы, то мы окунаем его сначала в соль, потому что на стол это как жертвенник, мы не просто так едим, это наше служение Всевышнему. И поэтому тоже хлеб, это как символизирует собой жертвоприношение, поэтому мы тоже едим обязательно хлеб с солью. Интересно, что это настолько распространено, что это даже вышло далеко за рамки еврейского народа. Хлеб с соль, это, кто не знает, это берется именно оттуда. Так дело в том, что это все храмовое имущество, и его нельзя использовать для своих нужд. Теперь есть жертвоприношения, у которых части сжигаются. Например, хатат – грехочтительная жертва. Часть сжигается, а часть едят коины в храме в состоянии ритуальной чистоты. Вопрос в том, можно ли им пользоваться храмовыми дровами и храмовой солью, чтобы съесть самим жертвоприношение. Это вроде как часть служения, но это не жертвоприношение в прямом смысле слова. И мудрецы постановили, Рассандрин постановил, что разрешите им, чтобы они должны были бегать куда-то искать дрова, чтобы приготовить соль, а разрешили им пользоваться храмовыми дровами и храмовой солью. И касательно рыжей коровы, что нет маяна в ее пепле. Значит, тут объясню. Есть в истории такой закон, рыжая корова, что для того, чтобы очиститься от нечистоты, от мертвого, человек, который прикоснулся к мертвому или был с ней в одном помещении, или он воевал и убивал, тогда он нечист, ему нельзя приходить в храм, есть целый ряд ограничений. И единственный способ очиститься – берут рыжую корову, которая полностью рыжая, у которой нет ни одного волоска, даже другого цвета. Ее приносят в жертву, ее пепел, щепотку пепла бросают в воду, и семь дней его окропляют этой водой. Он окунается в миг, и на седьмой день он чист. Значит, и с какой-то периодичностью, раз в несколько сот лет, появлялась новая рыжая корова, и ее, соответственно, для этой цели использовали. Так, есть еще один понятие, которое здесь используется – это мейла. Есть запрет использовать храмовое имущество для своих нужд. Человек, который использовал случайно храмовое имущество для своих нужд, он должен принести жертвоприношение мейла, грехочистительное жертву специальную. Так, по торе запрет получать выгоду для себя только от самой красной коровы, но не от ее пепла. Теперь, что происходило? По торе можно пользоваться пеплом рыжей коровы, храмовым пеплом для чего угодно, поскольку он предназначен для общественного использования. Но что происходило? Поскольку пепел, он лечит раны, видимо, считали, что такой пепел он особенно лечит, то люди приходили в храм и брали щепотки этого пепла, чтобы в качестве лекарства, видимо, очень дорогого. Теперь проблема, что его мало, потому что на самом деле сколько нам нужно этого пепла? Достаточно одну щепотку на бассейн. То есть его хватало лет на 400 примерно с одной коровы, хотя постоянно использовалось. Но проблема, когда начнут растаскивать каждый по щепотке, очень быстро все закончится. Так что сделали мудрецы? Они сначала постановили запретить, передать пеплу такой же статус, как самый рыжий коров, и кто использует для своих целей, для медицины, он нарушает закон. Но тогда люди перестали очищаться, потому что если человек иногда уверен, что он коснулся мертвых, иногда у него есть сомнения, что может быть он оказался в одном помещении с мертвым, а может не оказался. Он стоял под деревом, и там лежал труп, и он не знает, он зашел под крону дерева или не зашел. Крону дерева – это как потолок. Так люди из сомнения боялись, и нарушали законы, связанные с ритуальной нечистотой. Так мудрецы отменили это постановление и сказали, что не будет законом и еду у пепла красной коровы. И за следующее постановление, которое мы унесли – гнезда, которые не кошерные, стали не кошерными, чтобы они приходили из общественных денег. Значит, гнезда мы учили, что это жертвоприношение, которое чаще всего приносит роженица, гнезда, потому что это две птицы, называется это гнездо. И мы тоже учили ранее, что была специальная коробка, куда бросали деньги, и в конце дня коины брали эти деньги, считали, сколько их, и приносили, соответственно, количество птиц. Теперь, если какая-то птица оказалась там неправильно что-то сделала, или она оказалась не кошерной, теперь надо… Человек, у него есть обязанность принести такое жертвоприношение. Он свои деньги уже бросил. Коины допустили брак. Теперь как быть? Они же не знают, чья это птица, поскольку это из коробки деньги. Так как быть? Сказать, что теперь все, кто сегодня приносил, приносите еще раз. Так постановил суд, чтобы это происходило из общественных денег, чтобы восполняли из общественных денег и приносили еще одну птицу вместо испорченной. А Рэби Йосей говорит, тот, кто поставляет, поставщик гнезд, поставляет и не кошерных. То есть человек, который выиграл тендер и поставлял в храм этих птиц для этих жертвоприношений, ему в тендере было написано в слове, что если одна птица по вине коинов окажется случайно не кошерной, то ты обязан будешь из своих денег. Это как с ремонтом улиц. Ты положил плитку, она сломалась, и теперь ты должен из своих денег это возместить. Спасибо большое, хорошего всем дня.